Приветствую всех, кто заглянул ко мне на канал и смотрит это видео. Мы с вами продолжаем прогулку по пятничной барахолке в городе Бершева. У этого продавца есть свой винтажный магазин. И прямо рядом с магазином он выставил столы. И все содержимое магазина перешло на эти столы. Вот три чайника совершенно разных. Разные страны, разные стили. Отдельная тарелочка пыльная. Это лимошь. От какого-то сервиза. Всякие фигурки. Две маленькие пиалки. С ручной росписью, с позолотой. Очень в хорошем состоянии, прямо как новые. А вот это чашечка из какого-то японского сервиза. Тончайший фарфор. А на дне мы видим рисунок женской головы. Это литофания. Тончайший фарфор. Здесь вы найдете даже предметы мебели. Вот, например, этот замечательный, красивый письменный стол. С такими красивыми ручками металлическими. То ли латунными, то ли бронзовыми. А на этом столе вот такие красивые часы. И вот, не знаю даже как назвать, вазы, которые украсят камин. Красивый старинный камин. Модели машин, которые покупаются. Но, как мне сказали, они не все старинные, далеко. Это ретро стили. Они современные, но в ретро стиле. Но, правда, знатоки понимают разницу и разбираются. Часы, много вот таких металлических изделий. Всякие тарелки, рюмочки, подсвечники. Вот так посмотрели этот стол. А теперь идем к главному столу этого обзора. Этих продавцов я видела на ярмарке в Кебуце-Хаоген. У них очень много красивых вещей. Милых, красивых, старинных, винтажных, антикварных, европейских. Тут тебе и Франция, и Бельгия, и Германия. И очень такие, знаете, все вещи такие небольшие. Нет большого размера тарелок. Все маленькое. Миниатюрное. Много фигурок. Колокольчики. Да чего тут только нет. И все так разложено красиво. Посмотрите, тарелки с птицами. Всегда красиво смотрится рисунок с птицами на фарфоре. Это здесь вещи из разряда вещей, которые приятно иметь. Которые, может быть, не совсем функциональные. И вообще они функциональны. Из них не пьют, не едят. Но они радуют глаз. И здесь рай для любителей миниатюрных вещей. А какие тут собачки, кошечки, вазы. Правда, глаза разбегаются. И вот хочется купить. Что-нибудь докупить. Не уйти отсюда без покупки. Красивейшие тарелки. Красивейшие. Они все небольшие. Они есть размером с десертных тарелок. А есть еще меньше. Пепельницы. Раньше люди собирали пепельницы. Сейчас не знаю. И у них много бижутерии. Очень много бижутерии. Посмотрите, какие красивые предметы. И мне понравилось, что на многих предметах есть цена. И вы представьте себе, какая это работа тяжелая. Вот разложить. Утром приехать и разложить все это на вот этих полках. Многоэтажные. Многоэтажная такая конструкция на столе. И вот эти полочки. Я снимала близкие. Кажется, что они вот большие. Нет. Они маленькие. Они миниатюрные. Эти вазочки, может быть, 10 сантиметров высотой. Не больше. И вот я даже раньше не подозревала, как много любителей, коллекционеров миниатюрных вещей. Обратите внимание на эти картины. Это шелкография. Две поменьше. И в центре вот портрет побольше спросила цену. 80 шекелей. Ну, 20 где-то евро. Очень красивые. И что еще я хочу сказать. У них, вы знаете, все в идеальном состоянии. Все хорошее. Все вот такое старинное, старое, винтажное, но хорошо сохранившееся. Которое приятно купить. Приятно внести в свой дом. Столько мелочей. Столько вещей. Я просто стояла и думаю, господи, это все раскладывать. А к концу дня все это собирать. Очень много было клиентов на бижутерию. Было очень много бижутерии. Сейчас я немножко вам покажу. И один человек купил почти 15 брошек. Вы представляете? Они такие красивые. Они, бижутерия, она современная. Но там были. И вот она показывала мне и бельгийские броши. И там какие-то еще другие европейские. Но в основном бижутерия такая яркая, красочная, приятная. Вот это бельгийская. Она рассказывала клиентам. Я услышала. Цена вот этих брошек 40 шекелей 10 евро. И в основном, знаете, люди покупали. Мне же еще интересно, вот а что покупают. Люди покупали вот кошечки, собачки, лягушка, царевна-лягушка купил один. Вот серия целая. Смотрите, браслет. И очень много. Даже вот не знаю, на чем остановиться. Я просто рассказываю. А вы смотрите. Ну, посмотрите, какие замечательные броши. Были по 40, были по 30 шекелей. И люди покупали. Те, кто покупали, они брали не одну брошь, а несколько. Вот человек один, мужчина, купил почти 15 брошек. Наверное, на подарки. Посмотрите, какие милые вещи. Ну, прелесть. Прямо стою, смотрю, вот и слюнки текут, и хочется. Ну, и понимаешь, ну, куда? Ну, куда? Все равно я без покупки от них не ушла. Но это совсем другие вещи. Это не броши. Я вам потом покажу. Посмотрите, какая маленькая вещь. Даже вот рука дрожит настолько на маленькое, когда берешь в руки ее. Замечательные вещи. И вот каждая вещь, например, вот категория. Вот, например, фигурки кошечек. Их несколько. То есть коллекция какая-то. Собачки их много. Там, ну, разные животных. Животных было много. Фигурок животных из разного материала. И вот такие, как настоящие. И такие, ну, какие-то веселые. Приятные. Посмотрите на этих лягушек. То есть выбор большущий. Не знаю, откуда столько всего. А она рассказывала мне как-то, что у нее была тетя. И у нее была большая коллекция вот таких маленьких, миленьких, приятных вещей. Которые, вот я вначале вот думаю, ну, они же не функциональны. Нет, они функциональны. Их функция радовать. Разве этого мало? Представляете, вот лежит на комоде у кого-то такая милая вещь. Она каждый раз ее берет, трогает, смотрит, радуется, поднимает настроение. Вот такие покупочки действительно поднимают настроение. Посмотрите на этот маленький столик. Много-много разных брошек. На любую тему, на любой вкус. Вообще, броши в виде животных пользуются большим спросом. Шляпки. Тоже несколько шляпок было. Даже не думала раньше, что вот несколько лет еще назад. Вот я бы ни за что не подумала, что вот броши пользуются такой популярностью. Я думала, пока не стала увлекаться всем этим, я думала, ну, броши это откуда-то. Ну, просто коллекционные покупают для коллекции. Но нет, люди носят. И очень красиво смотрится. И как подарок замечательная вещь, приятная. Петушок. На петушка тоже нашелся клиент. Такие цвета, такие неприятные. Ну, прелесть, а одним словом, красота. Да. Бабочки еще пользуются популярностью. Бабочки, кошечки, собачки, птицы, конечно. А мы дальше продолжим обзор вот этих полочек. Посмотрим, что еще здесь продают. Продают от какого-то сервиза знакомого. Была сахарница, конфетница, балерина, чайник. Все это небольшое. Это конфетница, ну, нормального размера. Ну, в основном вещи такие миниатюрные. Но нет-нет, попадаются среди них и нормального, обычного размера тарелки. Потому что очень много вещей. Очень много. Фарфоровая рама. Вот, посмотрите. Эти тарелки, это знаменитый сервиз Дулёва. Вот он. Вот оно, клеймо. Правда, красиво. Я не знаю, как называется этот сервиз. Но красивые тарелочки. Бусы. Пепельниц много. Кто-то, видимо, собрал большую коллекцию пепельниц. И теперь это продается. Такая ваза. Керамическая. Сверху даже не скажешь. Да, сверху. Она вот такого зелёного цвета. Хрусталь. Стекло. Красивая тарелка. Не стала трогать. Она большая. Тут такая конструкция, что, не дай бог, что-то не так. Вот возьмёшь, заденешь всё остальное. Зеркальце такое блестит. Прямо так сверкает. Маленькие какие-то фигурки. Хрустальная ваза. Тарелки с рисунками. Причём не только фарфор. Посмотрите, какая декоративная тарелка металлическая. А вот человек купил вот этот набор. Ну, совсем миниатюрной посуды я попросила показать. Такой довольный. Красивые канделябры. В итоге я ушла отсюда с покупкой. И причём не дешёвой покупкой. И не обычной покупкой. Вот эти две прекрасные дамы в старинных нарядах ушли со мной. Их невозможно было купить отдельно. А почему? Я вам объясню в завтрашнем обзоре моих покупок. И мне интересно, если вы знаете, что это такое. Для чего вот нужны эти две фигурки в доме? А ещё у неё было очень много красивых салфеток, чистых. Она рассказала мне, продавщица Таня её зовут, что она всё это стирает, гладит. Вот доводит до такого красивого состояния. Правда, так приятно, как вот держать в руках чистые, красивые вещи. Но есть плашиные рынки, где всё прямо на земле продают. Есть барахолки, есть вещи пыльные. Ну, у каждого свой стиль, у каждого свой товар. Вот такая красота. И здесь тоже я что-то купила. И обязательно завтра они будут у меня в обзоре. Попрощалась с ними. И вот решила посмотреть ещё парочку продавцов. А по дороге, конечно, не забываем посмотреть налево, направо, на интересные дома, вот на эту улочку. На людей, которые неспешно ходят здесь и интересуются предметами из прошлого. Кто-то просто пришёл гулять, а кто-то с целью пришёл. Мы пришли рано, поэтому людей было ещё немного. Думаю, попозже там было больше людей. И вот под конец хочу показать вам ещё, вот что было на этих столах. Так просто пройдёмся. Не будем останавливаться конкретно. Вот на чём-то общий вид стола хочу показать. И ведь не только фарфор, стекло, там хрусталя. Есть ещё вот такие предметы. А именно старинные клетки для птиц. Вижу в первый раз. И ещё здесь меня на этом столе позабавило, так сказать, вот что. А это бадья такая. Или даже не знаю, как назвать. Здесь коробка, наверное, судя по винограду, для бутылок. Набор бутылок был. Позабавил меня этот манекен. Представляете, увидеть такое тоже на барахолке, на блошином рынке. Это манекен, это модель для изучения каких-то внутренних органов на медицинском факультете. Да, бывает такое тоже. Вот на этом я с вами прощаюсь. Выезжаем мы. Вот проехали мимо старого дома, внутри которого организовали, построили, открыли гостиницу-бутик. Маленькую, на несколько номеров, наверное. Интересно было бы заглянуть, что там, как это выглядит. Как это выглядит в старом здании. Люди отдыхают. Пятница. А мы едем к себе домой. Полные впечатлений. А я уже планирую новые походы на барахолку, на блошин рынок. А завтра я вам обязательно покажу мои покупки за последнее время. Очень много интересного. Так что завтра мы встретимся тоже. Всего вам хорошего. Большое спасибо за поддержку. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Всего вам хорошего. Будьте счастливы.